Музыка Сегодня у меня в гостях человек, без которого не может пройти ни одно, пожалуй, культурное событие и в городе Казани, и в Республике Татарстан. Это Дмитрий Пивоваров, наш культурный обозреватель телекомпании «Эфир», а также заслуженный деятель искусства Республики Татарстан. Добрый день, я приветствую вас и благодарю за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Добрый день. Мы обсуждаем музыку, музыкальный язык, а точнее два события, которые предстоят для нас. Это в первую очередь фестиваль «Музыка Веры» и «Кремлин Лайф», насколько я понимаю. Что зашифровано за этими двумя названиями? Когда я снимал сюжет с пресс-конференции с участниками обеих фестивалей, было такое ощущение, что «Крем», «Кремлин Лайф» и «Музыка Веры» – это уже синтез двух фестивалей, потому что все объединено вокруг Казанского Кремля. То есть они по себе сливаются? Они сливаются, потому что и там есть этника, и здесь есть этника, и здесь есть духовное песнопение, здесь есть спиричуэл, здесь есть джазовые стандарты, здесь есть какие-то арт-инсталляции, здесь есть литературные батлы и так далее. Все это сходится. И поэтому, когда я спросил участников, а что не хватает, они говорят, да по-моему, все уже придумано, все, что придумано мировое. Ну, может быть, какие-то лазерные инсталляции, может быть, какие-то, я не знаю, диджейские поединки, которых не было. Может быть, участие академических актеров. Практически все, кто приезжает на эти два фестиваля, чуть-чуть меняют свои какие-то музыкальные пристрастия. Например, Севара Назархан, выступавшая в прошлом году, она подготовила этническую программу, за что ее, собственно, ценят больше на Западе. И Питер Габриэл ее любит не за попсовую мелодию, а именно за ее знаменитые узбекские мелодии. Батархан Шукенов в этом году будет петь не томные лирические баллады, а будет петь то, с чего он начинал, собственно, работы и с Розой Рымбаевой, и даже до Астуди. У него был такой замечательный период, когда он обрабатывал народные мелодии. Вот это он будет показывать здесь. То есть все как-то меняют свои пристрастия, стили. Даже Тина Кузнецова будет показывать не проект «Голос», а будет показывать что-то из своего прошлого, когда она сейчас накапливает путешествия по миру. И балканские темы, и африканские. То есть все такое, что самое древнее. И, собственно, чем древнее, тем ценнее, потому что это корни. Прекрасно. Я предлагаю все-таки немножко поподробнее разделить два этих замечательных фестиваля, два этих мероприятия. Первый, конечно же, поговорить о музыко-вере. Этот фестиваль уже стартовал, он прошел и в Болгарии, концерты прошли и в Свияжске. И непосредственно вам им был подготовлен материал для выхода в эфир нашей телекомпании. Я предлагаю посмотреть сюжет о этом событии и продолжим беседу. Давайте я вспомню. Проведение фестиваля в намоленных местах казанских предместий и старинных городах. Беспроигрышный вариант. Здесь и естественные декорации, и безоговорочные чувства при общении к восхитительным темам. Впервые музыка веры увидела свет в 2012 году. Более 200 участников из России, Германии, Турции, Болгарии, Узбекистана и Украины стали посланцами таких понятий, как вероцерпимость и толерантность. Этот фестиваль, он как раз служит точкой, объединяющей религию и культуру. Такую, как бы, светскую, может быть. Потому что то, что происходит сейчас в соборе, посвященном иконе Богоматери всех скорбящих радостей, в самом большом нашем соборе и обладающем уникальной акустикой, это мероприятие, оно привлекает не только людей верующих, но и тех, кто интересуется музыкой, музыкальной культурой, классической музыкой. После Свияжской группы участников отправятся в Болгар в рамках празднования традиционного дня изгиб Болгар-Жейнея. Здесь представят фрагменты новой оперы Эльмира Низамова «Кара Пулат. Черная палата», премьера которой состоится как раз в природных ландшафтах. Легенда о том, что после захвата Болгар-Дамирлана она горела, там принесли в жертву 12 девушек, и вокруг этого сюжета Ренант Харис выстроил либретто оперы. Сегодня звучала музыка, которую можно назвать зримой. Государственный камерный хор Татарстана под руководством Илюши Томиндарова первым проложил сюда дорогу. Музыку можно не только слушать, но и осязать. Храм всех скорбящих радостей был исследован и выбран как самый благоприятный по акустике зал для выступлений. Четыре известных за пределами республики хоровых коллектива имеют в своем арсенале весьма богатый материал и могут рассказать о вере с высшим исполнительским тактом. В программе кроме канонических песнопений есть тропари, духовные стихи, есть песни, так называют, духовные песни. Есть классические сочинения, как Чайковского, Петра Чайковского, которые написаны на духовные тексты. Это профессиональный композитор написал. Есть сочинения современного композитора Владимира Мартынова «Заповеди блаженства». Кстати, собор всех скорбящих радостей пока не освящен. Ближе к осени пройдет обряд и, как всегда, будет звучать музыка, которая стала в его стенах полноправным участием в событиях. Дмитрий Пиаваров, Владимир Ладушкин, Эфир 24. По-моему, исчерпывающий сам по себе сюжет. Тут даже не добавить, не отбавить что-либо. Остается лишь ваше личное впечатление. Я хочу сказать, что Милюшу Томиндарову мы сейчас видели с ее камерным хором замечательным. Она человек, который, как говорят, борется за каждую ноту. Поэтому она исследовала все храмы Свияжска. И первое выступление было еще, когда храм всех скорбящих радостей был в стадии ремонта. То есть они пели под куполом, там на антресолях, в строительных лесах. То есть она прямо изучала акустику? Она изучала акустику, потому что человек, работающий с хором, со звуком, она это делает особенно остро, особенно профессионально и как-то особенно с такой особой долей нервы. И вот в результате мы получили такую прекрасную площадку. И действительно, вот «Музыка веры» — это фестиваль молодой. Он объединяет и светские мелодии, и чисто духовные. Я спрашивал организаторов, а влияет ли как-то, например, духовенство или представители мусульманских общин на выбор материала, на кастинг. Они говорят, что есть какие-то определенные каноны, по которым, например, светская музыка, может быть, приближенная к каким-то неортодоксальным моментам, не может существовать. Но они носят рекомендательный характер? Они носятся и являются заказчиками прямо? Нет, нет, нет. Я так понимаю, что здесь определяют достаточно профессиональные команды этих фестивалей, поэтому с Верой всё хорошо. Всё прекрасно. И вообще этот фестиваль, я вас перебью, он является таким музыкальным экскурсом по святым местам. Это ещё одна из позиций этого фестиваля, когда можно из Свияжска проложить себе дорогу в Великие Болгары. Самое толерантное место, пожалуй, где есть и церковь, где есть и мечети и так далее. То есть у нас так всё перемешалось удачно, что ничего не вызывает сомнений. То есть такая музыкальная экскурсия, я бы даже сказал, впервые, мне кажется, даже с понятием с таким сталкиваюсь, но это, по-моему, прекрасно. То есть повод не только посмотреть красоту, но ещё и послушать прекрасную музыку. Вы сказали, что фестиваль молодой, буквально он сейчас будет третий год. Вы смогли наблюдать два фестиваля предыдущих. Они как-то изменились кардинально? Или же они нащупали всё-таки свой стержень и держатся за него очень крепко? Ну, мне кажется, что музыка Вера – это ноу-хау Татарстана. Я ещё раз хочу сказать, что здесь работают профессионалы, именно музыканты практики. Это не, скажем, не шоумены, это не продюсеры, которые комбинируют какие-то команды. Это люди, которые занимаются непосредственно исполнительским мастерством, и они знают, зачем они это делают. Поэтому здесь у меня личная степень доверия к этому фестивалю есть. Конечно, Кремлин Лайф – это более светский. Вот к нему и перейдём сейчас. Он более светский, он более праздничный, он более, может быть, как сказать, он более… Объединяет это в очень широкую палитру. Очень широкую палитру. И туда люди приходят, конечно, чтобы и отдохнуть. Всё-таки музыка Вера – это и просветительский фестиваль. Здесь, я говорю, помимо того, что многие исполнители расширяют рамки своих амплуа – это очень хорошая, качественная, инструментальная музыка, вокальная музыка. Но появление Бутмана в качестве президента фестиваля тоже не случайным. Говорят, это было не так-то просто, в какой-то степени его и получить. Я спрашивал, а что это даёт фестивалю? Ну, это определённый знак качества. Это статус. Всё-таки Бутман у нас позиционируется как один из топовых музыкантов, уже российских теперь. Хотя раньше он писался как Россия и США, всё-таки он теперь такой наш. Вернулся в волны нашей страны. Вернулся и, так сказать, просвещает и радует. Фестиваль «Кремлин Лайф» уже проходит в шестой раз, то есть шестой год подряд. И, на ваш взгляд, шесть лет для фестиваля – это уже зрелый фестиваль? Или он по-прежнему ещё ищет свои какие-то очертания? Судя по тому, что строители предложили определённый список, они заняли все площадки Казанского Кремля разными стилями, они не микшируются, не повторяются. Он ещё в поиске. Ещё в поиске. Да, и поиск – это хорошо. Искать можно всю жизнь. Поэтому «Кремлин Лайф» – это и такой семейный даже больше фестиваль. Семейный фестиваль. Вы также готовили и об этом, в том числе, событий, материал, потому что недавно состоялась пресс-конференция, на которой приоткрыли, что произойдёт на этом фестивале. Я тоже предлагаю посмотреть этот сюжет и продолжить нашу беседу. В конференц-зале Министерства культуры не было незнакомых друг к другу людей. Творцы практики превратились в устроители двух любопытных музыкальных событий, набирающих популярных в сказаниях, и диктующих формат open-air в интерьерах Кремля для больших и маленьких. Выступления диджеев будут соседствовать со звуками колокольной звонницы, а литературно-музыкальной композиции – с этническими экзерсисами. Вот эти общие слова по поводу world music, по поводу смешения этнических мотивов и электронного саунда, они являются всего лишь общими словами. Я думаю, что это надо слушать. Для исполнительницы романцев Юлия Зиганшина это своего рода эксперимент. А вот наша землячка, финалистка «Голоса» Тина Кузнецова, бывала и на Кремлин Лайв в 2009 году в составе группы Звента Свентана. Сейчас певица активно набирает и этнические мелодии – венгерские, арабские, африканские. Я для себя тоже нахожу источник вдохновения и силы. То есть чем музыка старше, тем она прекрасней и находится на таких коротких дистанциях, прямо с космосом. Я это чувствую. За годы существования густонаселенных праздников музыки у стены Кремля накоплено солидное портфолио гостей от президента Кремлин Лайв Игоря Бутмана до экс-социалиста, а студия Батархана Шукенова или украинской группы «Мэн Саунд». Фестивали проходили при любой погоде, которая никоим образом не препятствует. Я участвую с удовольствием, более того, сейчас с большим интересом слушаю, потому что как участник не знаю всех организационных секретов, организационных планов и с большим удовольствием участвую. Музыкальная составляющая уже оформлена, в будущем планируется добавить что-то из арт-составляющих. Промежуточных жанров в искусстве предостаточно. Дмитрий Пиаваров, Дмитрий Руженко, Эфир 24. Вот вы видите, что такой симбиоз исполнителей, синтез актеров разных жанров встречается все-таки в нашем городе вокруг стен Древнего Кремля. И, наверное, это одна из замечательных естественных декораций. Здесь понятно, что это туристический центр, но именно в любой площадке Кремля можно найти нишу для искусства. Кремль развивается, дает возможность поработать всем арт-лабораториям казанским и ролевым, скажем, представителям, которые исповедуют какие-то исторические поединки, и джазменам, и аниматорам и так далее. То есть фактически цель тоже сама по себе благородная, не просто собрать людей где-то на стадионе или в поле, а все-таки еще и... А стадион не заиграет здесь. Да, тут главное вписаться действительно в этот естественный пейзаж и ландшафт. Ну и не забудем о том, что одна из первых татарских тоже опер в последнее время была разыграна в интерьерах Казанского Кремля, то есть на камнях актеры исполняли роли и чувствовали себя просто как влитыми в стены камни этого великого места. Я думаю, что дух захватывает у самих даже артистов, которые выступают на исторических каких-то местах. Более, наверное, трепетные они, может быть, даже затрачиваются в 10 раз больше, я вот не знаю, даже по практике. Ну, у меня самое сильное ощущение было, конечно, на Авеньонском театральном фестивале во Франции, когда в стенах Папского дворца, в нишах в оконных, на каменных каких-то досках игрались великие спектакли. Вот, наверное, здесь что-то подобное уже к нам подходит. Остается подытожить и пожелать этим двум уникальным событиям долгого плавания, наверное, и прекрасного будущего. И даже учитывая, что фестиваль Кремлин Лайф по-прежнему еще находится в поиске, пускай этот поиск приносит только радость нашему слушателю и зрителям. Это программа «Главные новости». В студии был Александр Фельдман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова